Всем привет, друзья, и доброго времени суток. С вами снова канал Fun with Gun. В сегодняшнем видео я хотел бы потестировать, что будет, если попробовать выстрелить патронами без пороха, а только с капсулем. Если вы помните, у меня было видео, где мы снимали всякие трассеры и прочее. Так вот, у меня есть несколько патронов, из которых порох был высыпан, но капсюли, тем не менее, остались. Как видите, вот здесь это патрон 5.5.6 или 223. Это вот патрон у нас от Мосинки или от СВД. 7.62 на 54. Опять-таки, капсюль, как видите, присутствует, но никакого пороха нет. И вот пуля. Пуля, кстати, не от нее. Это пуля трассирующая, которую я тогда поджигал от АКМ. Но она сюда все равно входит. Ну, а также вот этот огромный 50 BMG. Капсюль, опять-таки, присутствует. Вот эта здоровенная пуля. И без пороха. Ну, так вот, идея какая, что взять эти все патроны и их попробовать выстрелить. А из чего? Вон он. Мой любимый китайский дробовик для таких целей. То есть я что буду делать для того, чтобы выстрелить, например, 223 Remington? Я использовать буду изоленту. Накручу ее здесь достаточно... Ой, прошу прощения, пуля выпала. Так вот, накручу ее здесь достаточное количество для того, чтобы он в стволе плотно держался. Ну и бахнем на заднем дворе. Надеюсь, будет не очень громко. Начал я процесс этот намотки изолентой на гильзу от 223. И понял, что мне изоленты не хватит. Потому что слишком много нужно мотать, чтобы вот в этот ствол 12-го калибра она садилась плотно. Тут столько слоев нужно, оказывается. Поэтому, что я решил, что для именно 223-го я буду использовать вот этот переходник. Если кто не видел видео, у меня было... Прошу прощения. Было видео на канале, когда мы из этого же ствола стреляли с использованием вот такой вот ставки. Это ставка 45-го калибра. То есть она сюда входит. И можно стрелять патронами 45. Поэтому, что я думал, это что вместо того, чтобы накручивать здесь вот такую еще шишку, я накручу достаточно изоленты, чтобы этот патрон входил именно вот в эту вставку. И таким образом попробуем выстрелить. В случае же патрона 762х54, к сожалению, так не получится. То есть здесь мне придется крутить и крутить. Давайте сейчас сделаю и вам покажу результат. Ну что же, давайте покажу, что получилось. Значит, с 223-м ситуация понятна. Чуть-чуть изоленты, и он сюда влезает плотно. Я не хочу сейчас его дозапихивать, но поверьте. 7,62х54 пришлось повозиться. Как видите, вон какую накрутку пришлось сделать изолентную, чтобы он в ствол 12-го калибра садился. Я не хочу опять-таки его запихивать, потому что я боюсь, что я его потом не достану просто оттуда. Ну и, соответственно, 50 BMG. Та же самая история. Здесь потребовался только один слой, чтобы он садился в ствол плотно. Пошли попробуем. Всем привет. Вот я отошел уже за дом подальше немножко. Извиняюсь за немножко кривую съемку, потому что у меня у штатива сломалась нога. Так что приходится пока снимать так. Новый штатив скоро закажу. Ну так давайте попробуем. Значит, как я и рассказывал, вот у нас ствол ружья 12-го калибра, вот у нас эта вставка. Готово. И патрон 223. Только капсуль. Есть. Сейчас соберу обратное ружье. И сейчас меня, по-моему, зальет дождем. Но, тем не менее, будем стрелять вот в этот галлон обычной воды. Я понятия не имею, что будет и насколько это будет громко. Все заряжено у нас. Да что ж такое. Надеюсь, будет не очень громко. Вообще ничего не будет. Сейчас попробуем еще раз. Попытка номер два. Я добавил немножко изоленты. Надеюсь, что в этот раз получится. Так. В прошлый раз оставляем это все сюда. Попытка номер два. Пробуем. Ну, как видели или слышали, выстрел произошел одним капсулем. Но, тем не менее, ничего этой банки с водой не произошло. То есть, нигде у нее никаких вмятин или дырок нет. Вмятина есть, на самом деле. Небольшая. Сейчас покажу. Вот она. Здесь. Но ничего не пробило. Ну, хорошо. Давайте следующим патроном попробуем. Итак, следующий. Это у нас 7,62х54. Патрон от трех линейки или СВД. С изолентой. Все как положено. Он здесь. Не знаю, будет выстрел или нет. Потому что, опять-таки, достаточно он легко туда вошел. Может быть, нужно будет еще раз делать. Ну, давайте пробовать. Пробуем. Ну да, опять мимо. Прошу прощения. Сейчас еще слой изоленты намотаем. Еще раз. Я не знаю, друзья, что с этим патроном. Сейчас я вам его покажу. Потому что накол, безусловно, есть. Но он меня уже выбесил. Как говорится. Вон, посмотрите. Надеюсь, видно, да? Патрон наколот. Тем не менее, выстрела не происходит. Ну и черт бы с ним тогда. Надо так. Накол есть. Накол хороший. Старые патроны. Что с них взять? Прошу прощения. Ну, значит, будем пробовать 50 BMG сразу. Что делать? Всем привет из будущего. Я вставлю кусок здесь. Это уже на следующий день. Как вы вчера видели, у меня не получилось выстрелить из патрона 7,62х54. Поэтому, что я сегодня сделал, это я купил современные патроны 7,62х54. Сделаны они в Сербии. Не знаю, будет видно или нет. И я надеюсь, что у меня получится этими выстрелить. Ну, я имею в виду без пороха, опять-таки. Поэтому я принес наш молоток инерционный. Сейчас выколотим пулю, высыпем порох и посмотрим. Для тех, кто не смотрел прошлое видео, где мы тестировали трассирующие боеприпасы, и покажу, как эта штука работает. Все достаточно просто. Берется патрон. Вставляется вот в такую штуку. Далее сюда. Закручивается. И колотится, грубо говоря, для того, чтобы пуля по инерции из гильзы выскочила. Все случилось. Комары зажали. Вот гильза у нас получилась пустая. Ну, а здесь, соответственно, пуля. И вон там порох остался. Промотаем время немного вперед. Вот я сходил за зажигалкой. А также эту гильзу и пулю, которую мы достали, я опять-таки обмотал изолентой, как и вчера. Принес еще одну бутылку с водой. Ну, а также принес опять тот же самый, то же самое, вернее, ружье. Заряжаем. Заряжаем. Собираем. Готово. Итак, у нас гильза с капсюлем 7,62х54 и пуля. И, как видите, сейчас уберу. Она у нас эту банку пробила. Давайте сейчас я открою, воду вылью и надеюсь найду пулю. Ну, а теперь, после того, как получилось выстрелить 7,62х54, возвращаемся в вчерашнее видео и смотрим продолжение. Итак, 50 BMG. Такой здоровый. С огромной этой пулей. Вставляем. Вот, что у нас получилось. Давайте пробовать. Капсюль здесь здоровенный. Как видите, друзья. 50 BMG даже только с капсюлем. Он сработал. То есть, он нашу бутылку пробил. Правда, не насквозь. Но он пробил мало того, что ручку насквозь, но еще и бутылку. Я умудрился каким-то образом попасть в ручку именно. Давайте посмотрим, где там эта пуля. Сможем мы ее найти или нет. Итак, выливаю. Я уже все равно весь мокрый. Так что, мне все равно, что у меня здесь на одежде будет. А где пуля? А я не знаю. Вот, ребята, перед вами чудеса. Начинаются. Реально. В бутылке ничего нет. Я вам показываю. Вот это отверстие входное. Дальше пуля вошла вот сюда. Отрикошетилась, что ли, куда-то. Но, судя по всему, да. Хотя и почти что пробила. Не знаю. Но в бутылке вообще ничего нет. Вот такие результаты. Естественно, я мусор сейчас соберу. Ну что же, друзья. Как видели, даже гильзы только с капсулями, без пороха, из пулей могут нанести какой-то вред. То есть, вполне серьезный. Я бы не хотел, чтобы в меня что-то такое прилетело. Очень жаль, что не получилось выстрелить из 7,62 на... Сейчас меня зальют. На 54. Я не знаю, что с этими патронами. Какая-то, я не знаю. Куплю новый, надо будет попробовать еще раз. Мне просто было бы самому очень интересно посмотреть, как она себя поведет, эта гильза. Тем не менее, у меня на сегодня все. Всем отличных выходных. Был рад всех видеть. Увидимся. Счастливо, друзья. Пока.